Всем привет! Сегодня хочу вам показать обзор содержимого коробки новинки от российской фирмы «Звезда». Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в 48 масштабе. Рекомендуемая стоимость набора составляет 2500 рублей. Очень большая и тяжелая коробка. На обратной стороне вы можете видеть описание прототипа на двух языках, русском и английском. Количество деталей в наборе 249. Длина собранной модели будет составлять 41,9 см, что достаточно немало. Также фотографии собранной модели и артикул данной модели 48,24. Верхняя половина фюзеляжа перед вами. Кстати, после вскрытия коробки я обнаружил, что 4 литника были упакованы в целлофан. А фюзеляж почему-то был отделен от этого, валялся в коробке просто так. Ну, не знаю почему, может экономия, может не успели, очень спешили выпустить модель, не знаю. Вернемся к данной детали, к фюзеляжу. На нем присутствует расшивка, причем, как ни странно, но внутренняя. Но все равно модель, вернее, пока не модель, а вот эта деталь смотрится какой-то голой, что ли, не знаю. Посмотрите, вот на фотографии с ушки и сравните разницу. Но хочу забежать вперед, немножко вас порадовать, то, что вы видите на фотографии полосы пунктирные, они даны в наборе декалей, что очень-очень радует. Глубокая расшивка тоже совсем неплохо, выделять будет одно удовольствие. Ну, а тем временем мы добрались и до нижней половины фюзеляжа. Вот она перед вами. Как вы можете видеть, то подвесное вооружение модели дается опционно, то есть можно его подвесить и на внешних пилонах, и во внутреннем отсеке, что, на мой взгляд, на самолете пятого поколения было бы логичней. Ниша передней стойки шасси абсолютно голая, так что отравление вам в помощь. Так что первые мои впечатления от данной модели, данной модели далеко. О, да, возьми и собери, руку приложить придется, по ему сожалению, конечно. Литник номер три перед вами. Кресло кабины пилотов. На него обращаю внимание в первую очередь. И оно также требует доработки, а лучше замены. Во время предзаказа, который мы уже закончили, к сожалению, мы дарили кресло от Су-57 от фирмы АСК. И оно действительно класс. Сейчас уже вышли набор фотографлений от фирмы Микродизайн и объемные декали от фирмы Квинта Студио. Так что кресло украшайте, в кавычках, или меняйте. Оно этого стоит, его очень хорошо видно на модели. И следующий литник. Киль, стабилизатор. Приборная панель. Стойка шасси. И, что очень здорово, в набор идет приставная лестница. Ее тоже нужно собирать. Это для любителей диарам, конечно. Но не помешает, пригодится. На данном литнике створки, ракеты. Кстати, что мне не нравится у звезды, то, что нет обозначения в инструкции, какое вооружение используется, где располагается. А, например, у Китихоуп есть. Я считаю, что это очень удобно. Су-57 имеет 6 точек внешней подвески. 4 отсека вооружений. Вооружение в основных отсеках по 4 ракеты. К-77-1, К-37М, Х-38, Х-58УШК и 4 авиабомбы К-500. На данном литнике вы можете видеть основные шасси. Подвесной топливный бак. Корончатые сопла двигателя. На прототипе Су-57, а также на первых серийных образцах был двигатель АЛ-41Ф1. Сопла сделаны очень качественные. Фигура пилота. На самом деле, два одинаковых литников. Именно этих литников идут в наборе. Получается, что фигур пилотов две. Зачем второй, непонятно. Но есть и есть. Хорошо. Переднее шасси. Ракеты и пилоны для них. Ну и, как я уже сказал, идентичный второй литник. Литник с прозрачными деталями перед вами. Для него уже есть набор окрасочных масок. Его уже приготовил специально для вас и выпустил фирма SX-Art. Этот набор вы можете приобрести также у нас. С пластиком мы закончили и переходим к декалям. В наборе идут два листа декалей. Первый из них перед вами. Это у нас лист с технической информацией. И второй лист. Всего звезда предлагает три варианта окраса самолета. Естественно, что на все, на три есть и декали. Очень тоже большое количество технической информации. Декали для ракет, для подвесного вооружения. Ну и, естественно, инструкция. Инструкция, как обычно, на двух языках. На русском и на английском. Черно-белая. Два варианта сборки модели предлагает производитель. Содержимое набора на первых двух страницах. И сборка. Неплохая абсолютная инструкция. Коте черно-белое. Все хорошо видно. Очень много шагов. Все подробно. Неплохо-неплохо. И цветная вкладка с тремя вариантами, как я уже сказал. Три варианта окраса. Первый из них это Т-59. Восьмой летный прототип Су-57. Совершил первый полет в ноябре 2016 года. Бортовой номер 509. Вариант номер 2. Т-5011. Десятый летный прототип Су-57. Принятый за эталон серийного Су-57. Самолет совершил первый вылет в августе 2017 года. И третий вариант. Су-57. Предполагаемый вид серийного самолета. Три варианта. Набор окрашенных масок, который мы клали в виде подарка в предзаказ. Сейчас вы можете приобрести отдельно. Очень упростит сборку и окраску модели. Фигура пилота, которую мы также клали бесплатно в предзаказ. И которую сейчас вы также отдельно можете приобрести. Фигурка была разработана и производится фирмой Айрис. Это чешская фирма. И как раз для 509-го борта вышла от фирмы СХАТ камуфляжная маска. Очень удобная вещь. Рекомендую. Вот как раз этот борт номер один в вариантах у звезды. Просто наклеил и покрасил. И забыл. Ну, на этом все. Хочу сказать большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам не жалко. Сейчас будут фотографии. Фотографии в очень хорошем качестве. Увидимся. Услышимся. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok